Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава книги пророка Исаии. Я читаю свой перевод. Я Андрей Десницкий с небольшими комментариями. Это для библейского портала экзегет. Так вот, 27 глава, какая-то жутко непонятная глава. Вот только что говорилось долго и подробно, как Господь поразит разные страны и города, как он ради восстановления справедливости очень изменит многое в этом мире и о том, как народ Божий, как, собственно, Иудея и Израиль будут себя среди всего этого ощущать. А в 27-й о чем это вообще? В тот день поразит Господь своим мечом, великим, ужасным и могучим, Левиафана, скользящего змея, Левиафана, извивающегося змея, убьет он чудище морское. Это что? Что за морское чудище? Левиафан — стихия хаоса. Левиафан — какая-то такая сущность, которая противоположна Богу. Поэтому иногда говорят сатана. Но ведь не только сатана, как восставший ангел ему противоположен. Это может быть стихия вот чего-то такого внутри человека существующего. Это может быть просто некий такой всемирный хаос. Это может быть некая сила слишком грозная для человека, но достаточно Богу достать свой меч, великий, кроткий и могучий, мы не знаем какой, как это могучее существо просто умирают. О чем идет речь? О победе Бога над каким-то странным врагом. Вообще-то иногда в псалме, например, в одном и в других местах, Левиафан — это такое нейтральное существо. Грозное, могучее, тоже похоже, что живет в море, но не враждебное Богу. А здесь похоже, что враждебное. Может быть, это вообще зло. Может быть, Левиафан здесь — это образ зла, который в этом мире существует. Может быть, даже образ смерти, о которой говорилось в одной из предшествующих глав. Вот это зло будет однажды побеждено. Пойте в тот день о любимом винограднике. Я, Господь, его стерегу. Вовремя его поливаю, чтобы никто его не коснулся. День и ночь охраняю. Виноградник, мы об этом уже читали, конечно же, это, собственно, народ Израиля. Это его народ, который он, как виноградарь, возделывает, насаждает, охраняет, оберегает. Другое дело, приносит ли этот народ ему плоды, но это отдельная уже тема. А вот здесь виноградник и снова песня о винограднике. Наверное, это образ Израиля, но, может быть, не только. Нет во мне гнева, но если появятся в нем терны до колючки, войной на них обрушив, сдотла выжгу, или пусть прибегнут под мою защиту, заключат со мной мир, да, заключат мир со мной. То есть эти самые терны до колючки, вероятно, какие-то противники Бога, которые могут примешаться к этому израильскому народу, может быть, язычники, может быть, менее конкретно, вообще никакие враждебные силы. Ну и, соответственно, вот они либо будут уничтожены, либо они могут заключить с Богом мир. «Наступит день, укоренится иаков, распустится, расцветет Израиль, плодами своими весь мир наполнит». Ну, собственно, то, что мы считаем, произошло с распространением христианства, когда христианство, возникшее вот из Ветхого Завета, из этой иудейской среды, наполнило своими плодами весь мир. И в Ветхом Завете об этом уже очень много, о том, что этот самый народ Божий, он нужен для того, чтобы всему миру передать нечто важное о Боге. Есть ли какая-то разница? Вот здесь только говорилось о разных народах, которые все так или иначе падают жертвой, которые все переживают бедствие, и Израиль в этом смысле может быть не до конца похож, но и мало отличается от остальных народов. Вот здесь размышления дальше об этом. Так ли разил его, то есть этот народ Бог, как поразил разивших его, так ли убивал, как убил убивавших его. То есть этот самый его народ, он тоже подвержен наказанию, но цель наказания в том, чтобы как-то исправить, изменить. И поэтому и воздействие немножко другое, хотя тоже есть поражение, тоже есть кровопролитие и многое другое. Покарал он их поражением и изгнанием, сдул их с места могучим вихрем в день, когда буря пришла с востока. Ну, весьма вероятно, ассирийское нашествие, но не обязательно. Какая-то такая сила с востока. Этим и загладится вина Иакова, то есть израильского народа. И вот каковы плоды его отказа от грехов. Что реально он сделает, для того, чтобы показать, что он изменился. Все камни жертвенников сокрушит, как известь, не оставит ни столбов Астарта, ни курильницы. Это, конечно, объекты языческого культа, когда почитают языческую богиню Астарту, может быть, и не только ее, но и там всевозможные жертвенники, курильницы, то есть жертвенники для благовония, на которых жгли ладан и прочие приятно пахнущие вещества. И вот, собственно, его покаяние начинается с того, что это все уничтожается. Ну, а как это происходит? Вот как он разит? Вот дальше об этом. Укрепленный город опустил, позабытый, позаброшенный жилище, будет как в степи, пастись там телец, ляжет и обгложет все ветви. Понятно, образ заброшенного города, где, грубо говоря, коровы пасутся прямо там, где были дома и улицы. «Когда засыхают ветви, их ломают, женщины уносят хворост на расступку. Так и этот народ безрассудный не сжарится над ним его творец, его создатель его не помилует». Однако, что же это? Он только что говорил, что Бог его родил не так, как всех остальных, и здесь он говорит «не помилует». Немножко странно, но такое ощущение, что это относительная вещь, что вот эти засохшие, отломленные ветви не Израиль, а именно засохшие, отломленные ветки не могут быть помилованы, потому что они уже отломились. Павел тоже будет использовать эти образы природной ветки и привитой ветки и так далее. Ну и как это все будет? В тот день Господь обмолосит колоссия от течения Ефрата до Египетского ручья. Ефрата — это междуречие, понятно, сегодняшний Ирак и окрестные некоторые страны. Ну а египетский ручей, вряд ли это Нил, это скорее некоторое место на границе с Египтом, да, перейдя через которое, ты оказываешься в Египте. Это вот в широком смысле такая территория, на которой Израиль являет свою власть, и которая служит как раз сценой для большинства событий Ветхого Завета. В тот день Господь обмолосит колоссия от течения Ефрата до Египетского ручья, и вы соберетесь воедино, народ Израиля. То есть это все для вас. В тот день подуют в великую трубу, и придут, кто погибал в Ассирии, кто был изгнанником в Египте, и преклонятся перед Господом на Святой горе в Иерусалиме. Это о собирании израильского народа, но, конечно, он важен не только сам по себе, но и важен как народ, играющий вполне определенную роль в мироздании, и об этом, в частности, будет подробнее сказано в следующей 28 главе. Субтитры создавал DimaTorzok